Здоровый образ жизни. Правильное питание. Сегодня мы с вами узнаем о здоровом образе жизни. Здоровье тесно связано с вашей повседневной жизнью, а значит и личной безопасностью. От того, как вы организуете вашу жизнедеятельность, зависит ваше благополучие, а значит и здоровье. Наверное, каждому хочется быть сильным и ловким, быстрым и выносливым, умным и грамотным. Каждому хочется, чтобы его уважали родители, учителя и сверстники. Все это в первую очередь зависит от вашего образа жизни, стремления достичь задуманного. Многие задают себе вопрос, как прожить, чтобы не стареть, и себе отвечают, «Так не бывает». Каждый человек хоть чем-то доболеет. Но почему один попадает в больницу два раза за всю жизнь, а другой чуть ли не каждый месяц? Уже давно установлено, что за здоровьем надо следить с детства. Основные составляющие здорового образа жизни. Первое. Правильное питание. Второе. Сон. Третье. Активная деятельность и активный отдых. Четвертое. Вредные привычки. Пятое. Соблюдение режима дня. Сегодня мы подробно поговорим о правильном питании. Правильное питание – основа здорового образа жизни. Еще древнегреческий философ Сократ сказал, «Мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить». Это старинное высказывание, актуальное в наше время, особенно для растущего детского организма. Ваше здоровье – самое ценное, что у вас есть. На всю жизнь человеку дается только один организм. Если вы небрежно обращаетесь с какими-то предметами, их можно заменить. Но заменить свой организм вы не сможете. Многие болезни – всего лишь результат неправильного питания. Можно сохранить здоровье, если следить за характером питания. Качество жизни можно улучшить благодаря здоровому питанию. Человек ест, чтобы пополнить свои жизненные силы. Очень важно соблюдать режим питания. Дети должны питаться шесть раз в день, всегда в одно и то же время. «Прежде чем за стол мне сесть, я подумаю, что мне съесть». Питание должно быть полезным, а главным условием этого является умеренность и разнообразие в пище. Переедать очень вредно, так как наш желудок не успевает все переваривать. И ни один продукт не дает всех питательных веществ, которые необходимы для поддержания хорошего здоровья. Одни продукты дают организму энергию, чтобы двигаться, хорошо думать, не уставать. Например, гречка, изюм, масло. Другие помогают организму расти и стать сильным. Рыба, мясо, орехи. А третьи снабжают организм витаминами и минеральными веществами, помогают расти и развиваться. Не все продукты, которыми питается человек, полезны для здоровья. Правильное питание – условия здоровья. Неправильное приводит к болезням. Чтобы встать и чтобы сесть, чтобы прыгать, кувыркаться, песни петь, дружить, смеяться, чтобы расти и развиваться, и при этом не болеть, нужно правильно питаться с самых юных лет уметь. Какие продукты полезны, а какие вредны? Я, например, люблю морковку, капусту. Очень полезны и необходимы для нашего организма рыба, мясо, подсолнечное масло, морковь, капуста. Особенно полезными являются фрукты и овощи, которые мы должны употреблять каждый день по 500-600 граммов. Очень вредными для нас являются пепси, торты, фанта, чипсы, сникерс, шоколадные конфеты. Многие дети любят газированные напитки, но полезны ли они для нашего организма на самом деле? В любом случае важно знать, что именно в газированных напитках может реально принести вред. Во-первых, это углеводы. В маленькой бутылочке пепси-кола содержится 8 кусков сахара. Мало кто стал бы пить такой сладкий чай или кофе. Все эти углеводы откладываются в жировые складки и способствуют развитию диабета. В диетические газировки для минимизации калорий добавляют различные подсластители. Самый опасный из них – белок аспартам. Он в 200 раз слаще сахара, вызывает аллергию, болезни с желудка, нарушение работы печени, головные боли, ослабление памяти и зрения и даже припадки. Именно подсластители являются главными секретами газированной воды. Они не утоляют жажду, а наоборот вызывают аппетит. Газировка содержит кислоту, которая разъедает зубную эмаль и способствует появлению кариеса. Также газировки содержат углекислый газ, который возбуждает желудочную секрецию, повышает кислотность и способствует метеоризму. Ну и разумеется кофеин. Если злоупотреблять напитком, можно получить кофеиновую зависимость или интоксикацию. В некоторых дозах кофеин может быть смертельным. Пожалуй, самое коварное в газированной воде – это тара. Алюминиевые банки помогают разносить опасные заразные болезни. В момент вскрытия банки в контакт с ее содержимым вступают различные виды стафилококков, а также бактерии-возбудители сальмонелеза и энтероколита. Жидкость разливается по крышке и вместе со всеми бактериями оказывается внутри нас. Но если все же вам приходится пить такие напитки, как пепси, необходимо следовать простым правилам. Первое. Пейте ее холодной. Разрушение эмали зубов зависит и от температуры напитка. В Америке газировки пьют больше, чем в Европе, но ее всегда подают со льдом, и повреждений зубов у американских детей меньше. Второе. Пейте через трубочку, чтобы избегать контакта с банкой. Третье. Ограничьтесь одним стаканом один-два раза в неделю. Четвертое. Откажитесь от газировки, если страдаете ожирением, диабетом, гастритом, язвой. Пятое. Не давайте газировку детям до трех лет. А еще мы любим чипсы и сухарики. Они-то безвредные. Вкусовые качества чипсов и сухариков достигаются за счет применения различных ароматизаторов. Правда, фирмы-производители почему-то называют их специями. Поэтому существуют всевозможные чипсовые и сухариковые разновидности, что называется на любителя. Существуют и чипсы без привкусов, то есть со своим натуральным вкусом. Но по статистике большинство наших с вами соотечественников предпочитают есть чипсы с добавками – сыром, беконом, грибами и икрой. Стоит ли сегодня говорить, что на самом деле никакой икры нет? Ее вкус и запах придали чипсам с помощью ароматизаторов. Больше всего надежды, что вкус и запах получен без применения синтетических добавок, если чипсы пахнут луком или чесноком. Хотя все равно шансы невелики. Чаще всего вкус у чипсов искусственный. То же самое в полной мере может относиться и к сухарикам. В этом вам помогут убедиться знакомые буквочки «Е», указанные в составе продукта, и чипсов, и сухариков. Известные коды пищевых добавок, которые по воздействию на организм человека могут привести к серьезным заболеваниям. «Да, страшновато. Лучше пить молоко. Оно не только безвредное, но и очень полезное». Для детского организма очень полезны все молочные продукты, особенно творог, простокваша и ряженка. Ребята, запомните хорошенько, как правильно питаться. Ешьте в одно и то же время простую, свежеприготовленную пищу, которая легко усваивается и соответствует потребностям организма. Тщательно пережевывайте пищу, не спешите глотать. Чаще употребляйте разнообразные и полезные продукты. Главное, не переедайте. Сегодня мы поговорили только об одной части здорового образа жизни – правильном питании. И я хочу вам сказать, что быть здоровым может каждый из вас. Нужно только очень захотеть. Вы наше будущее, поэтому заботиться о своем здоровье нужно начинать сейчас. Ведь когда человек здоров, он и весел, и бодр, его глаза светятся, а лицо излучает улыбку. У здоровых людей ясный ум и крепкая нервная система. Желаю вам никогда не болеть, правильно питаться, быть бодрым, вершить добрые дела. В общем, вести здоровый образ жизни.